Девушки отдыхают 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 К сожалению, в нашей стране также наблюдается как потребление наркотиков, так и распространение наркотиков в детской среде. Какие мы видим здесь причины? Прежде всего, очевидно, это низкие или недостаточные знания. Дети не в полной мере проинформированы рисками потребления наркотиков, психохимических веществ. И следующая проблема – это социальное окружение. То есть дети подвержены влиянию друзей. Еще одна причина мы видим экономическую составляющую. Дети думают, что это самый легкий способ заработать деньги. Еще один аспект или причину мы видим в том, что недостаток контроля со стороны родителей. Даже от однократного приема синтетического наркотика психологическая зависимость возникает. Если говорить о физической зависимости, то она возникает через несколько приемов наркотиков. В нашей стране, в Казахстане, наиболее распространенными синтетическими наркотиками являются синтетические стимуляторы, катиноны, которые уже после двух-трех приемов называют как психологическую, так и физическую зависимость. В Казахстане у нас был героин. По не до 2000, до 2010-го. Потом со временем вытеснилась синтетика. А синтетика, она такая вещь, что если раз-два попробуешь, и она у тебя остается в мозгу. Я почему это говорю? Потому что знаю, здесь все осужденные, которые молодежь сейчас приезжает, кто последние вот эти год-два приезжают, они в основном, каждый второй или каждый третий, они все, как говорится, на ссоре. Ссоре – это скорость. Она разлагает мозг практически, они здесь как зомби ходят. Она не восстанавливается. Это как чума. Если практически это наше же поколение молодежи, это вот что дальше будет, если это не остановить. И последствия очень тяжелые. Со второго раза я привык, сейчас первый раз я ее просто не понял, когда сам один попробовал. Второй раз я позвал другу, короче, что-то я не понял. Он меня этот, ну, подошел, короче, как-то я ее правильно сделал. Потом я ее попробовал. Потом сразу такое ощущение, как будто легкость. Сразу все хорошо, как будто все проблемы сейчас, ну, какие есть, их нет. Сейчас они решатся, короче. И, как бы, и когда уже это заканчивается, как бы, ничего, ну, ты отломок никаких нет, там, допустим, не болеешь, ничего такого. Но просто тебе хочется еще раз, короче, ну, попробуй еще раз это общение. Просто уже от того, что, допустим, ну, ты ее покупаешь, покупаешь. Потом, когда уже день заканчивается, как бы, поначалу, как бы, не сильно заметно. Ну, потом такая, ее не можешь купить уже какой-то, второй, третий день ты уже начинаешь, как бы, нервничать. Я за три месяца, вот, допустим, многих, ну, друзья, с кем хорошо разговаривал, общался, там, коллеги. Я вот с ними сейчас, связи у меня нет еще с ними. Все, все наркотики тоже. Только по приблизительным подсчетам в мире свыше 200 миллионов человек употребляют наркотические средства различного вида. При этом число наркозависимых постоянно растет. И самое страшное, что этот контингент из года в год молодеет. Наркоситуация в нашей стране, она складывается из нескольких факторов. В то же время нельзя исключать, что именно в наркопреступлении нет границ. Надо смотреть наркоситуацию в соседних странах, в том же России, в Киргизстане, в Узбекистане, в среднеазиатских странах, за океанами. Как вообще в мировом масштабе, где что складывается. То, что на сегодняшний день распространение статистических наркотиков обеспокоен глава государства, а также в целом общество. Вопрос в том, что у всех дети на сегодняшний день подвержены, практически у всех имеются гаджеты, и поэтому родители боятся, что зачастую именно в сеть паутин, так скажем, именно в эту сеть попадают молодежь. Возраст молодежи. Допустим, в прошлом году, если мы за год 41 несовершеннолетних были вовлечены в орбиту уголовного присутствия, в этом году уже их порядка 16. Наркоманом может стать любой человек. Это не зависит от социального статуса человека. То есть любой, и богатый, и бедный, и студент, семьянин хороший, зависит от больше психического, психологического состояния, бывает. Больше подвержены, конечно, у кого проблемы финансового характера, проблемы семейного характера, бытовые проблемы, либо, ну, какие другие проблемы. Очень большую роль играет в этом окружении, среда, в какой он общается. То есть друзья, коллеги на работе. Исходя из рекомендаций ВОЗ, число наркозависимых в Казахстане может достигать 150 тысяч человек. Молодежь в расцвете сил умирает от цирроза печени, острых сердечных приступов, совершает суициды. Однако не всегда устанавливается причинно-следственная связь с употреблением наркотиков. Сейчас любой школьник может купить вещество через телеграм-каналы и получить его быстрее, чем доставка пиццы. По нашим данным за 2023 год 690 отравлений было от психоактивных веществ, от наркотиков и 54 случая смертельного исхода от токсического отравления наркотиками. Это не только должна быть работа полиции. Здесь подход должен быть комплексный. Иначе мы потеряем молодежь. В этом году только 20 нарколабораторий ликвидировали, 13 дел возбудили ОПГ и так далее. То, что хорошо делается, это хорошо. Но помимо оперативных мероприятий, должны быть профилактические мероприятия. Да. Ежегодно проводим Харасура операцию с 1 июня по 30-го. Аптечная наркомания тоже ОПМ Дармик проводим. К названию вашего фильма хочу сказать, Паутина – это как бы всемирные известные названия операции Паутина. В рамках Шанхайской организации сотрудничества мы проводим операцию Паутина. Казахстан принимает там участие. Также на международном уровне в прошлом году, допустим, провели операцию Канал. Это в рамках ОДКБ. По итогам было взято 2,5 тонны различных наркотиков. С всеми странами из них свыше одной тонны синтетических наркотиков. Синтетические наркотики не всегда попадают к нам в страну уже в готовом виде. Правоохранительные органы нередко обнаруживают схроны прекурсоров и специального оборудования для нарколабораторий, где товар изготавливают и ставят на поток. Сожалеют торговцы о том, что торгуют фактически смертью, только когда оказываются за решеткой. До этого мысли о морали, здоровой нации и безопасности страны к ним не приходят. Ингредиенты, прекурсоры завозятся. Бывает, они методом закладок все вот эти оборудования. Сохроны делают, потом также вот тем же закладчикам в повышении, в кавычках скажем, должности предлагают скидывать им инструкцию и предлагают, чтобы они могли сами дальше заниматься, то есть производить. Для того, чтобы было понятно, скажу, есть большие реакторы, которые за цикл могут до 50 кг варить, а есть обычные небольшие колбы, там водонагреватели всякие, помпы и так далее. Допустим, в этом году было за первый квартал взято 195 кг синтетики. Всего было взято 1 тонна 625 различных наркотиков. Изначально я понимал так, и если не я, то кто-нибудь другой будет этим заниматься по-любому. Ну, был помоложе. Какая разница, не у меня купит, так у другого пойдет купит. Ну, уже может какой-то, как с какой-то примесью. И все, я вот жил, и об этом есть, честно говоря. Ну, я понимал, что, да, слезы родителей, родственников. Ну, со временем, конечно, осознаешь, что это все проклятие. Не секрет, сегодня практически весь наркобизнес перешел в онлайн-режим. Для торговли создаются телеграм-боты и интернет-магазины. Точечная блокировка не решает проблему в целом, а выявить администраторов таких ресурсов крайне сложно, поскольку, как правило, они находятся за рубежом. Телеграм-каналы обычно есть, которые вот... У них есть какой-то чат специальный, где они показывают, там, в рейтинг магазинов, короче, вот этих наркоманских. Сюда заходишь, выходит оператор этого магазина, он скидывает прайс-лист, там, что у них есть, по чем они продают, и скидывает, допустим, номер карты, допустим, или реквизиты какие-нибудь, куда закидывать деньги. Закидывающим деньги, и потом они скидывают фотографию с адресом, где данные фотографии и метку, где находится эта закладка. Психоактивные вещества убивают человека за 2-3 года, при этом большими темпами растет их популярность среди молодежи. Их прием может привести к шизофрении, суицидальным мыслям. Человек становится опасным как для себя, так и для общества. Одной из характеристик болезни химическая зависимость является как раз то, что она считается хронической. И это действительно так, и мы глубоко в этом убеждены, что бывших наркоманов, конечно, не бывает. Но это ни в коем случае не говорит о том, что человек обречен, и он неизбежно будет употреблять до конца своей жизни. Мы вот здесь, в нашем центре реабилитации, производим лечение от химической зависимости, реабилитацию, и мы помогаем ребятам как раз-таки разобраться вот с этими психологическими причинами. Это даже не болезнь, это хуже болезни. Болезнь любую можно излечить. А это, я не знаю, по пересадке мозгов, еще нет уже таких операций. Вот синтетика практически, я не знаю ни одного, вот как она начала, чтобы они завязали. Кто синтетики употребляет, они практически, у них одна дорога могила. Знаю одного знакомого, который однажды мама мне его позвонила, сказала, что у него пропали серьги и кольца. То, что они из дома уже начинают все вытаскивать, даже не свою мамину. Да, я признаю, что у меня болезнь. У меня есть четкое и осознанное понимание своего заболевания. И сегодня есть понимание, что моя проблема не в употреблении наркотиков, а в принципе она связана с моим неумением проживать чувства, бегство от реальности и такое некое детское поведение какое-то. 15 марта 2024 года на заседании национального Курултая в Атарау президент предложил приравнять наркобизнес к категории самых тяжких преступлений. Только в прошлом году было выявлено свыше 7,5 тысяч преступлений из незаконного оборота изъято 41 тонна наркотических веществ. В то же время необходимо понимать, что борьба с наркобизнесом дело не только правоохранительных органов. В первую очередь на чеку должен быть каждый родитель. Мы несем ответственность за своих детей. Мы в рамках Бартуа Старбие воспитательной работы комплексной с работниками здравоохранения, с работниками полиции, структурным подразделением по распространению наркотиков проводим массово с 1 сентября с детьми в различных формах. Это классные часы, это просмотр фильмов, это дебаты, это встреча с героями, это встреча с ребятами, которые прошли через этот путь, восстановились, встали на путь, где можно жить полноценной, правильной, красивой жизнью. Во всех школах открыты центры поддержки родителей. Для чего оно сделано? Для того, чтобы помочь нашим родителям научиться разговаривать с детьми, научить их общаться и выявлять те или иные причины, в том числе, если ребёнок столкнулся с проблемой наркотиков. Излечить можно, для этого необходимо проводить очень долгую терапию. Эффективность лечения зависит от многих факторов, от того, хочет ли сам человек лечиться, от мотивации данного человека. Если говорить об этапах лечения, то в первую очередь это медикаментозная терапия, то есть этап дезинтоксикации, когда мы лекарствами помогаем избавиться от организма, от токсического воздействия синтетических наркотиков. Также мы лекарствами помогаем, чтобы мозг начал нормально функционировать. На сегодняшний день мы не знаем реальное количество наркозависимых, потому что, согласно данных КПЦУ, органов статистики, последним органам здравоохранения на учете состоят 18 200 наркозависимых лиц. Из них где-то полторы тысячи женщин и 66 несовершеннолетних. Ну, это официальная статистика. На самом деле, положение может быть раз в 5, если не 10 больше. Поэтому, чтобы ввести достоверный учет, провести скрининг, выявление на ранней стадии. Начиная принимать наркотики, человек соглашается на добровольное рабство, состояние, когда сложно думать о чем-то, кроме очередной дозы. На почве всего этого совершаются кражи и другие преступления. Как правило, сожалеть люди начинают слишком поздно. Это как раз тот самый случай, когда учиться надо на чужих ошибках. Больше всего жалею, наверное, конечно, о том, что я очень рано начал употреблять. Около 11 лет мое первое употребление было. На сегодняшний день мне 21 год. И вот эти 10 лет их, конечно, очень жалко было потерять употребление. Ну, потому что, да, если сравнивать с другими парнями, да, людьми моего возраста, они, кто-то уже много чего-то добился. И вот это этап взросления, да, который я упустил, ну, как бы, своевременно, да, вот, повзрослеть и получить, да, нужное для себя. Вот. И, ну, об этом жалею, конечно, нанесенную ущербу, да, родителям, потому что родители в первую очередь страдали. Я вообще сожерею то, что вся жизнь почти у меня в тумане прошла. Много то, что было, можно было сделать, было возможностей. Очень много. Я вот не уцепился, не захватил, ну, не смог зацепиться в этой жизни. Я жил в своем мире. И этот, и вот я жалею об этом очень сильно. Если бы новая жизнь давалась, бы, я бы уже бы не вернулся к этому по-любому. После освобождения, ну, для начала на работу устроиться, жениться. Ну, вот, сейчас маму с братишкой, с братом одни пока. Вот им помочь. Сейчас... Ну, такие планы. Угрозы, связанные с распространением потребления наркотиков и их незаконным оборотом занимают прочное место в системе современных глобальных угроз человеческому развитию. Разрушение биологической основы человека, криминализация социальной среды, а также претензии наркобизнеса на участие в политической власти подрывают общую безопасность и сегодня рассматриваются как глобальный вызов всему мировому сообществу. И этому вызову необходимо противостоять. Вместе сообща. Редактор субтитров А.Семкин